Издательство Эксмо. Алексей Поляринов. Риф. 24 сентября 1998 года. День, когда всё полетело к чертям. Учебный год только начался, Ли чётко помнила тот вечер. Что было удивительно, потому что она вообще мало что помнила из того периода своей жизни. Но 24-го Гарин назначил ей встречу и не явился. Ли весь день прождала его в номере гостиницы, в которой они обычно встречались. Сидела на кровати и смотрела на часы. Она умела ждать и знала, что ему нравится её покорность, и всегда прощала ему опоздание. Но в тот день он не пришёл и даже не позвонил. Ли испугалась, потому что подумала, что он опять разозлился и решил её наказать молчанием. Он часто так делал, и его молчание было мучительно. Когда стало очевидно, что он не придёт, она решила вернуться домой, в квартиру на улице Хит, которую снимала вместе с Джоан. На этом опять же настоял Гарин, чтобы его студенты снимали жильё вместе и не жили с другими студентами, потому что, по его словам, это нарушит хрупкую атмосферу братства. В квартире горел свет. Ли вошла и услышала голоса на кухне. Когда она закрыла дверь и щёлкнула замком, голоса затихли. Повисла тишина. «Привет», — сказала Ли. В дверях кухни появилась Джоан, заплаканная и рассерженная. «Где тебя носит?» «Я...» Ли запнулась. Гарин запрещал ей рассказывать об их личных встречах в гостинице. «Я гуляла. Что случилось?» Ли зашла на тесную кухню. За столом сидел Питер, подавленный и пьяный. Они с Джоан рассказали ей, что кто-то напал на Сару Голдстайн. Ту самую студентку, которая уже почти два года не даёт покоя по печительскому совету и требует переименовать улицу Люгера. Гарина вызвали в полицию для дачи показаний. Пока что он проходит как свидетель, но всё может измениться. Питер долго молча разглядывал неровные кубики льда в стакане с виски. Потом не выдержал и завёл свою старую пьяную пластинку. О том, что всё это наверняка заговор. У Гарина слишком много завистников, и они пытаются подставить его. Это же очевидно. Не могут смириться с тем, что он лучше их всех, вместе взятых. «Она сама это сделала», — сказал Питер. «Голдстайн». «Чего ещё ждать от человека с такой фамилией? Она организовала нападение, чтобы подставить профа. Это же очевидно». «Она в коме, Пит», — сказала Джоанн. «У неё отёк мозга». «Никакой я тебе не Пит, понятно? Пит — это собачья кличка. А я Питер». «Как скажешь». Питер сделал ещё глоток. «Хорошо, ладно. У тебя-то какие идеи?» Джоанн смотрела в окно. В жёлтом свете фонаря кружились насекомые. Студенты шли с тренировки и видели нападавшего. Он в темноте ползал на четвереньках вокруг тела и собирал что-то. Его окликнули, и он удрал дворами. Что он мог собирать? Говорят, копы нашли несколько зелёных бусин. Все трое посмотрели на пустой стол. Стол Адама. Ночью у Лизы звонил телефон. «Он злится на меня, да?» «Адам, где ты?» Ли вскочила с кровати, подошла к окну, словно рассчитывала увидеть его там, на улице. «Я просто сделал, что он хотел. Почему он злится?» «Адам, послушай меня. Он сам так сказал. Он сказал, хочу, чтобы ей заткнули рот. Спроси у него. Он сам так сказал». «Адам, чёрт, не вздумай никому об этом говорить, слышишь? Ты совсем идиот, что ли?» Он шмыгнул носом и вдруг разрыдался прямо в трубку. «Почему он злится на меня?» «Его вызвали в полицию, а тебя разыскивают. Но почему?» «Они нашли бусины от твоих чёток». Пауза. «Чёрт!» «Адам, я всё улажу. Если ты не приедешь, у профессора будут проблемы, слышишь? Пожалуйста, Адам!» Щелчок. Короткие гудки. Утром секретарь в деканате передал Ли конверт. Внутри была записка. Просьба зайти в девятый корпус. В Т-9. Ли знала, что это. Т-9 означало «тайтл-найн». Нечто вроде комитета по этике занимаются рассмотрением студенческих жалоб, травли, домогательства и прочее. В кабинете её ждали двое. Мужчина и женщина. Мужчина представился. Майкл Брум. Затем представил женщину. Нули была так напугана, что имя тут же вылетело у неё из головы. Кажется, Хелен. Фамилия Наде. Огромный и тучный. Брум едва помещался в кресле. Его жирные бока выпирали и как бы наплывали на подлокотнике. Лицо мясистое и гладкое. Блик от окна на лысине. Но главное — эти ужасные усы щёткой. Похож на порнопродюсера. «Расскажите о своей работе с профессором Гариным», — сказал Брум, постукивая пальцами по столу. Ли начала рассказывать о своих исследованиях, но Брум перебил её. «Нет, я имел в виду, скажем так, именно его человеческие качества. Как он относится к вам? Какие у него отношения со студентами вообще?» Вопросы Брума привели её в ярость. Она с трудом сдержалась и просто спросила, «Меня в чём-то обвиняют?» Брум и женщина тревожно переглянулись. Он перестал стучать пальцами по столу, подался вперёд и сложил руки в замок. Ли боялась смотреть в глаза, поэтому разглядывала его пальцы и ногти, ухоженные и аккуратно подстриженные. «Видите ли, в чём дело?» — сказал Брум. «Миссис Донован», — он кивнул на женщину, — «главный советник нашего кампуса. Она занимается жалобами студентов, и до неё дошли слухи о...» Как бы это сказать? «Мисс Смит», — перебила его миссис Донован. «Профессор Гарин когда-нибудь проявлял агрессию по отношению к своим студентам? Или, может быть, поощрял агрессию студентов по отношению друг к другу? Заставлял делать что-то против их воли?» Хелен. Брум пытался одёрнуть её, но она смотрела прямо на Ли. Голос у неё был жёсткий. Говорила так, словно забивала гвозди. Ли боялась поднять взгляд. Лишь краем глаза видела двойную нитку жемчуга у неё на шее. «Мисс Смит», — снова заговорил Брум. Его голос, напротив, был мягкий и успокаивающий. Ли нашла в себе силы посмотреть ему в глаза. «Поймите нас правильно. Мы хотим разобраться. Мы никого не обвиняем. Не могли бы вы рассказать нам о том, как обычно проходят занятия в группе профессора Гарина. Что такое? Вам плохо? Может, воды? Хелен, подай воды, пожалуйста». Это странно, но даже тогда, несмотря на серьёзные обвинения и вызовы в девятый корпус, все они, Ли, Питер и Джоан, были уверены, что ничего страшного не происходит. Они всё ещё верили Гарину и всеми силами выгораживали его перед полицией и попечительским советом. Валили всё на Адама. Но уже в октябре, как будто одного расследования было мало, плохие новости посыпались градом. Ещё несколько студентов дали показания. Все эти годы они молчали из страха. Теперь же, когда стало ясно, что Гарин перешёл черту и за него всерьёз взялись, сразу шесть человек анонимно написали на него жалобы. И хотя Питер продолжал кричать, что всё это заговор и лживые козни завистников, очень скоро даже он понял, что дело приняло слишком серьёзный оборот. А потом, словно контрольный выстрел, Американская ассоциация антропологов подняла вопрос об исключении Гариной своих рядов и лишении его всех регалий. Теперь в нагрузку к злоупотреблению положением, угрозам и психологическому насилию над студентами ему вменяли кое-что пострашнее. В СМИ появилась информация о расследовании гибели нескольких десятков туземцев, Кахахаси, на рифовом острове Микронезии. Слово «геноцид» было преувеличением, но журналисты ухватились за сенсацию, и уже через пару дней все жёлтые газеты от западного побережья до восточного пестрели фотографиями Гарина и заголовками в стиле «Учёного обвиняют в геноциде целого народа». О том времени Ли помнила только одно – её тошнило. Спазмы в желудке и пищеводе причиняли боль, но рвоты не было. Даже когда она пыталась вызвать рвоту двумя пальцами, ничего не выходило. Тошнота мучила её часами, в ушах звенела, в животе как-то тоскливо булькала, и ей казалось, что всё её тело, от пяток до головы, наполнено кислым желудочным соком. От этой мысли её тошнило ещё сильнее. Она перестала есть даже бананы, от запаха еды любой ей становилось физически плохо. Она постоянно ощущала обратную перистальтику пищевода, но рвоты не было. Язык был покрыт какой-то горько-кислой плёнкой, или казалось, что даже её пот и дыхание отдают желчью. Она два раза в день, а иногда и чаще, принимала душ и носила с собой пузырёк листерина, полоскала им рот каждый час, но отвратительный кислый налёт очень быстро вновь возникал на языке, зубах и нёбе. Ли ходила на все заседания комиссии, сидела в углу, смотрела на Гарина и слушала его. В основном слушала голос. Тошнота к тому времени мучила её настолько, что слов она почти не разбирала, только интонации. Но от одного вида профессора ей становилось легче. Мир словно обретал смысл, и комната, в которой он находился, всегда казалась ей светлее, чем все прочие комнаты. Ей нравилось наблюдать за ним. Он никогда не защищался и не оправдывался, даже во время самых жарких споров и обвинений в свой адрес. Он отвечал спокойно и размеренно, чем, кажется, ещё сильнее злил оппонентов и обвинителей. Абсолютный самоконтроль. И эта улыбка, которую многие считали издевательской, лишь дала, что он посмотрит на неё и по её взгляду поймёт, что она с ним, что в отличие от всех остальных, она не отреклась и будет с ним до конца. И когда Гарин исчез, просто однажды не явился на заседание, пропал без вести, у Ли было такое ощущение, как будто её без скафандра выбросили в открытый космос, в холод и пустоту. Особенно больно было от того, что люди вокруг продолжали жить, как ни в чём не бывало. Она тоже пыталась делать вид, что всё идёт своим чередом, и жизнь продолжается. Нашла нового научного руководителя и продолжала работу над докторской, хотя на самом деле жила на чистом автопилоте. Тошнота и кислая плёнка на языке никуда не делись, но уже не беспокоили её. Она словно смирилась с тем, что больше никогда не сможет есть. От одной мысли о том, что она откусит, прожуёт и проглотит хоть что-то, ей становилось дурно, и тошнота вновь подступала к горлу. Поэтому она старалась не думать о еде. Она вообще старалась не думать. А ещё провалы в памяти. Она могла внезапно очнуться где-нибудь на улице, совершенно не помня, как и зачем туда пришла. Вот она сидит на лавочке, а вот бесцельно бродит по ботаническому саду вокруг тополя Линкольна. Однажды на улице к ней подошёл полицейский и спросил, всё ли у неё хорошо. Он заметил, что она уже 20 минут стоит перед витриной с телевизорами и наблюдает за трансляцией какого-то чемпионата по плаванию. «Что-то случилось?» спросил он. И она разрыдалась без всякой причины. У неё был такой растерянный, несчастный вид, что полицейский предложил подвезти её домой или позвониться родным. Её мучили кошмары. Точнее, один повторяющийся кошмар. Она лежит в постели и не может пошевелиться. И там, в темноте, есть кто-то ещё. Он наблюдает за ней, подходит, склоняется, открывает ей рот, раздвигает челюсти руками и сблёвывает ей прямо в горло. И рвота течёт вниз по её пищеводу и сжёт её изнутри, разъедает органы. Ей кажется, что ещё чуть-чуть, и её желудок лопнет. А потом запах детской присыпки. Она почуяла его там же, во сне. Открыла глаза и увидела маму. Седая, растрёпанная, уставшая, мать гладила её по голове и тихо пела. Ли приподнялась на локтях и огляделась. Обоев цветочек, шторы, овальное зеркало на стене. Это была детская. Мать привезла её домой. Всё хорошо. Отдыхай. Через неделю ей стало полегче. Она уже могла сама встать с постели. Провалы в памяти затягивались, как раны на коже. Во всяком случае, ей так казалось. По утрам мать готовила завтрак и уходила на работу. Али одевалась потеплее и отправлялась гулять, потому что ничего другого делать не могла. Во время прогулок она обязательно заходила в супермаркет и покупала бананы и съедала их по дороге домой. Ей уже давно не нравился вкус, но она ничего не могла с собой поделать. А ещё просматривала газеты на стендах рядом с кассами, искала там хоть какие-то новости о Гарине. Она до сих пор не могла поверить, что он сбежал, и была уверена, что рано или поздно он выйдет с ней на связь, даст о себе знать. Дома не было интернета. Поэтому свои прогулки Ильи планировала так, чтобы зайти в интернет-кафе и проверить электронную почту. Написала письма на оба его почтовых ящика, личной и рабочей, но ответа не получила. И чем больше времени проходила, тем сильнее она злилась, в основном на себя. Почему он не пишет? Она ведь не сделала ничего плохого. Она была верна ему, была с ним до конца, и если избежала от него в тот день, то это просто минутная слабость, и ей очень жаль. Если бы он дал ей шанс объясниться, она бы всё расставила по местам. Иногда в папке «Спам» она находила письма от клиник пластической хирургии, фирм по продаже косметики и благотворительных фондов и думала, что, возможно, Гарин не отвечает на письма, потому что за ним следят его враги и завистники, и, стало быть, за ней тоже следят. И он не может написать ей напрямую, а значит, наверняка шлёт ей тайные зашифрованные послания. Все эти письма в спаме, думала она, весточки от него, но, конечно, какая же она дура, что сразу не догадалась. Весь следующий месяц она пыталась взломать закодированные в рекламных письмах послания от Гарина. Распечатывала их, приносила домой и весь день, пока мать была на работе, сидела за столом на кухне и подбирала код. Попытки отыскать тайные послания довольно долго не давали результатов, пока в одном из писем она не обнаружила, что первые буквы четырёх первых строчек складывались в слово «при». Её бросило в пот. Она не сомневалась, что это послание от Гарина. Он говорит с ней, сообщает, что всё ещё на свободе. И даже тот факт, что первые буквы следующих строчек в письме складывались в абсолютную бессмыслицу, её не смутил. Несколько раз она пыталась вернуться к работе над диссертацией, но не могла сосредоточиться. Чувствовала себя тупой и очень злилась. Какой смысл? «Без Гарина я всё равно ничего не смогу. Кто будет меня направлять?» Злость вспыхивала в ней всё чаще. Однажды в супермаркете она наорала на ребёнка лет пяти. Он шагал вдоль продуктовых рядов и стучал барабанными палочками по банкам с консервированной кукурузой. От перестука палочек она пришла в такую ярость, что на её крики сбежались почти все посетители и целых четыре охранника, которые осторожно, словно она бишеная собака, держа дистанцию и стараясь не прикасаться к ней, припроводили её к выходу. В другой раз она разозлилась, когда увидела, как кто-то припарковал машину, заняв сразу два парковочных места. Ей захотелось подойти, расторапать бок автомобиля гвоздём или ключами. Злость была такой сильной, что у неё заболело в груди, и она начала вслух грязно ругаться на машину, словно это могло помочь. Прохожие с ужасом смотрели на неё и отходили подальше, и ей было стыдно, но она не могла остановиться, продолжала матом кричать на автомобиль. Тем же вечером в парке она услышала скрип качелей на детской площадке, неподалёку, и звук так сильно бил по нервам, что ей пришлось быстро уйти оттуда, чтобы не сорваться на крик. Затем, спустя ещё пару дней, она стояла на переходе через дорогу, и рядом остановились женщины с маленькой дочкой. Они ждали, пока светофор переключится с красного на зелёный, и девочка спросила, почему они стоят. А мать ответила, что надо дождаться зелёного. И девочка спросила, почему? И мать ответила, такие правила. И девочка снова спросила, почему? И продолжала повторять на разные лады. Почему? 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 Как будто это был уже не вопрос. Ей просто нравилось произносить это слово. Почему? 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 И Ли подумала, что если девочка не заткнётся сейчас же, она её прямо здесь задушит голыми руками. А потом был парфюм. Мимо прошла женщина, и от запаха её духов, ред джинс, Ли провалилась в прошлое, как в яму. Ещё пару кварталов она прошла на автопилоте, потом остановилась и, спрятав лицо в ладони, разрыдалась посреди дороги. Тем же вечером мать вернулась с работы и устроилась на кухне за столом со своими судоку. Это было её любимое занятие перед сном. Помогает размять мозги. Раздумывая над очередным ребусом, она услышала тихий протяжный звук, похожий на гул застоявшегося воздуха в системе отопления. Прислушалась и поняла, что звук доносится из детской. Это не гул, а стон. Мать постучалась и осторожно приоткрыла дверь. Ли сидела на кровати и скулила, держась при этом за голову так, словно боялась, что если отпустят, голова треснет или взорвётся. «Кажется, мне нужна помощь, ма», сказала она. «Передача» «Г spoiler»